5 мая 2000 года, накануне юбилея победы Великой Отечественной войне, на окраину села Прохоровка Белгородской области съехались президенты России, Белоруссии и Украины. Здесь, на месте знаменитой Курской битвы, рядом с храмом погибшим воинам, они трижды ударили в символический колокол Согласия. Конечно, можно в любом городе это было сделать, но все-таки символично здесь. Рядом Украина, 40 километров граница с Украиной, 80 километров Харьков отсюда, Белоруссия не так далеко, и юг России. Вот оно святое место, святое, третье ратное поле России. Почти никто не знает, что ту встречу лидеров трех славянских республик организовал вместе с белгородским губернатором Евгением Савченко Николай Рыжков. Глава, по сути, последнего советского правительства. Здесь три иконы. Сергий Радонежский, покровитель России, Святой Владимир, это Украина. И Полоцкая, это Святая Белоруссия. Вот три иконы, которые говорят о единении народов. Созданию этого уникального комплекса, третье ратное поле России, Николай Рыжков посвятил 20 лет своей жизни. Это то, что он хочет оставить после себя людям. А я и живу этим. Я день и ночь работаю, день и ночь думаю. Это смысл моей жизни сегодня. Может быть, она даже превышает мою парламентскую деятельность. Николай Иванович не любит давать интервью. В свои 85 он сенатор от Белгородской области и вечно занят. Однако рассказать о последних годах жизни Советского Союза и причинах его крушения все-таки согласился. Но с условием. Приезжайте в Прохоровку. Я буду там три дня. В последние недели я неоднократно возвращался к мысли о том, чем выходить на эту трибуну, если такая возможность будет предоставлена. Ведь судьба правительства той формы, которая у нас существовала, в нашем государстве предрешена. Чуть ли не весь 90-й год председатель Совета министров СССР Николай Рыжков провел на трибуне. Объяснял, почему невозможно одним махом перейти с советской плановой системы на рыночные отношения. Самые тяжелые годы для меня, безрадостные, отчаянные, плохие, это 89-90-е. Особенно тяжелый был 90-й год. Приняна такая программа 500 дней, дурацкая программа, когда все думали, через 500 дней будет рай небесный в нашей стране. Я прекрасно понимал, что это чушь. Я считал, что должен постепенный эволюционный переход, что страна не готова сразу вот так броситься вниз головой. Обстановка в стране резко ухудшилась. Речь идет о принципиально новом качестве кризиса, когда определяющей стала тенденция разложения и распада. Сколько мог, я говорил, слушайте, опомнитесь, опомните, что вы делаете, погибнете, если пойдете по этому пути. Нет, ты, хватит, хватит, значит, мы сами наведем порядок, мы будем жить богато, а не так, как при вас, кому я как жить. Я много наслушался, топтали, как могли. Правительство Рыжкова, правительство нищеты. Рыжкова бременована на путях перестройки. Долой Рыжкова. С конца 80-х страной уже фактически правил митинг. Правительство оказалось между двух огней. Коммунисты требовали прекратить все рыночные реформы, чтобы жить, как жили до перестройки. Либералы, наоборот, требовали немедленных радикальных мер. Отпустить цены и пусть рынок все разрулит. Я всегда всю жизнь, сколько я работал, я утром всегда хотел идти на работу, всегда. Меня тянуло, знаете, как алкоголика, как наркомана, мне тянуло идти на работу, заниматься, что-то делать и так далее. А здесь я просыпался, и первое, значит, я думаю, боже мой, это опять, опять начнется. Вот я приду, опять, значит, крик, шум, гам, ты такой-сякой. Ну, я понимал, что дело идет к разрушению страны. Мы должны преодолеть паралич исполнительной власти. На этом этапе, когда народ ждет действий, порядка, стабильность и реализации программ. В первых числах декабря 1990 года Рыжков не выдержал. Он пришел к Горбачеву, чтобы сказать, он уходит в отставку. Я говорю, Михаил Сергеевич, вот в конце месяца будет съезд народных депутатов. Страна разрушается, экономику вы становитесь все больше и больше на позиции Ельцина, 500 дней. Я категорически против, поэтому я вам заявляю, я ухожу в отставку. Вот съезд пройдет, считайте, что я ушел, я больше работать не буду. Он, по-моему, обрадовался. Понимаете, в то время, в 90-й год, я бы сказал, создался вот такой вот треугольник власти. Один угол – это Ельцин, второй угол – Горбачев и третий угол – Рыжков. Михаил Сергеевич, поймите, сейчас вышибли меня, следующее вы полетите. Ну, ты, как всегда, значит, преувеличиваешь, значит, так, этого не будет. Я говорю, ну, дай Бог, дай Бог. Те политические силы, которые развернули против правительства необъявленную войну, имеют далеко идущие цели. Пророчество сбылось с невероятной точностью. 25 декабря 90-го года – последний день Рыжкова на посту председателя советского правительства. А ровно через год, 25 декабря 91-го, Горбачев зачитал свое заявление об уходе с поста президента СССР. Советский Союз прекратил свое существование. Дорогие соотечественники, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. А ведь еще недавно они были соратниками. Вместе планировали, как избавят экономику от партийного диктата и позволят развиваться мелкому частному бизнесу. Хотели, чтобы полки магазинов наполнились разнообразными товарами, но при этом, чтобы сохранились все социальные гарантии – бесплатная медицина, образование, дешевый отдых и низкие цены на продукты. Это будущее они называли «социализм с человеческим лицом», а путь к нему – перестройкой. Ну, я не люблю слово «перестройка», значит, так. А поскудили это от слова. А началось все с двух встреч в Кремле. Первая перевернула личную судьбу Рыжкова. Вторая изменила ход мировой истории. 20 ноября 1982 года. Воскресенье. Десять дней назад умер Брежнев. У страны новый лидер – Юрий Андропов. Через два дня он должен выступить с программной речью на пленами Центрального комитета партии. Неожиданно Андропов вызывает к себе первого заместителя госплана СССР Николая Рыжкова. А я его не знал не только. На портретах видел, на политбюро видел, когда в госплане работал иногда, вместо Байбакова ходил туда. Я думал, зачем он пригласил меня. Но я думал так, что послезавтра пленум, он будет докладывать, в том числе и по экономике. Я думаю, он, по-видимому, обкатывает какие-то мысли. Ну, тут целый час шла беседа, он спрашивал, как, значит, работают госпланы, какие идеи есть, что, какие плюсы, какие минусы нашей экономики. Ну, я ему честно говорил. Под конец беседы Андропов вдруг предлагает Рыжкову создать и возглавить при Центральном комитете партии отдел, который бы курировал всю экономику страны. Стать секретарем ЦК КПСС. Ну, тут у меня глаза на лоб влезли, я говорю, как меня? А я смотрю, я на представном столике там сижу, а он за письменным столом. Смотрю, у него объективка моя, ну, сейчас резюме называется. Я говорю, Юрий Владимирович, я вижу, вот моя объективка перед вами лежит. Да. Я говорю, посмотрите, я ни одного дня на партийной работе не работал. Как я могу работать в штабе ЦК партии, значит, ну, где же у вас люди, которые знают партийную работу? Да, я все понимаю. Мы считаем, что здесь, да, уже человек, который прошел большую школу жизненную, там, заводскую, там, министерство, басплан. Я говорю, Юрий Владимирович, я не подготовлен. Ничего. Вместе будем работать. Но почему же Андропов остановил свой выбор именно на Рыжкове? Первый кирпич, заложенный в 1928 году, превратился в гигант Урал-Маш. Рыжков никогда не думал о политической карьере. Сын донецкого шахтера, он, как большинство мальчишек военной поры, мечтал стать летчиком. Но однажды, увидев в кино завод Урал-Маш, просто влюбился в него. После войны, окончив Краматорский мужчиностроительный техникум, попросил направить его в Свердловск, в Уральский политехнический институт, чтобы учиться дальше и одновременно работать на Урал-Маш. Урал-Маш – это классный завод был. Один из лучших заводов нашей страны. Мы действительно делали оборудование и создавали на этом оборудование заводы. Поэтому мне нравился завод, мне нравился коллектив. Коллектив очень сильный. У него осталась закваска военного времени, когда в войну он танки делал, самоходки. Но дисциплина, ответственность, весь накал был военный. 25 лет на крупнейшем машиностроительном предприятии СССР. Путь от мастера смены до генерального директора объединения. 52 тысячи сотрудников. Орден Октябрьской революции. За большие успехи в выполнении восьмой пятилетки, гласит указ президиума... Я жил в коллективе. И когда я переехал в Москву, я не только потерял свой родной завод, его запах, когда идешь в заводской, но я потерял коллектив. Вот это для меня самое тяжелое. Я несколько лет не мог привыкнуть. Понимаете, пуповина разрушена. Здесь нет в Москве коллектива. Нет. В министерстве это коллектив, что ли? В 75-м Рыжкову перевели в Москву на должность первого заместителя министра тяжелого машиностроения. А еще через пять лет в Госплан. Главный экономический штаб страны. Я считаю, Госплан мне открыл на многие глаза. Это для меня 4 года. Это огромнейшая школа. Я увидел страну через Госплан всю. До этого я видел куски этой страны только. В его личном деле пять орденов и государственная премия за разработку и внедрение уникальной технологии разлива стали, которая и по сей день используется не только в России, но и в Японии. А еще выговор за то, что вопреки воле министра настоял на внедрении этой уралмашевской технологии в производство. Может, эту способность Рыжкова брать ответственность на себя и учитывал антропов, делая свой выбор. А еще повышенную, почти маниакальную порядочность. На строй, на дела, а не на громкие слова. Вот что нужно сегодня для того, чтобы крепче был великий и могучий союз советских социалистических республик. Уверен, что все думают так собравшиеся в зале. 22 ноября 1982 года новый лидер партии заявил о необходимости перемен. Тогда впервые и прозвучало слово «перестройка». Перестройка хозяйственного механизма. Что это значит, поняли немногие. Абсолютное большинство граждан уловило лишь то, что пришла жесткая рука, и теперь в стране будут наводить порядок. Бороться со взятками, шерстить торговлю, укреплять трудовую дисциплину. Но замысел Андропова был гораздо глубже. Перед самым Новым годом он пригласил Горбачева, он был член Политбюро. Он пригласил Долгих, он был кандидат члена Политбюро. И пригласил меня как секретаря ЦК по экономике. Ну, была такая беседа, что в экономике накопилось очень много проблем принципиального характера. Но вот наше видение, наша концепция, как нам поступать в государство, мы только говорим, а на самом деле мы толком не знаем, а куда идти, как идти, какими методами идти. Ну, а дальше, говорит, вот я вас пригласил, чтобы вы втроем занялись этим вопросом. Анализируйте и формируйте свое видение, куда и как нам идти. Сформулировать будущее страны и подготовить концепцию ее развития. Именно такой была задача. Создание этой группы и положило начало перестройке. Мы провели огромнейшую работу. Мы собирали и директоров заводов, и плановиков, и снабженцев, и, значит, науку, и теоретиков. Они давали нам справки, они давали свои рекомендации. То есть это была творческая работа. Это не значит, с потолка мы там сели, три человека, значит, написали. И мы сформулировали, сформулировали эти свои видения. Она называлась концепция тогда. Это вот концепция, как раз вот переход на рыночные отношения. А через три года эту концепцию экономических реформ, разработанную по поручению Андропова, провозгласит пришедший к власти Михаил Горбачев. Мы начинаем нашу работу с чувством глубокого понимания своей ответственности перед партией и советским народом. Наша задача широко, по-ленински, осмыслить переживаемое время, выработать реалистическую, всесторонне взвешенную программу действий, которая органично соединила бы величие целей и реализм возможностей, планы партии с надеждами и чаяниями каждого человека. Уставшая от похорон старых вождей страна связывала с новым молодым лидером надежды на перемены. Я также ходил в магазины, как и вы, и также я видел и пальто, и куртки, значит, одинаковые клетчатые там, значит, и веселья и так далее. Это я все видел. Но, вот представьте, завод, 43 тысячи работающих, а в объединении 52 тысячи. Всю прибыль у меня забирают и отправляют в Москву. Все, до копейки. Я потом беру шапку и еду в Москву и говорю, дайте, пожалуйста, мне денежек построить детский садик, дайте мне денег построить цех, дайте денег мне поменять, надо оборудование какое-то. Что-то дадут, а основном, говорят, иди подальше, нет у нас возможности. Если б не это, зачем бы мы взялись вот за то, чтобы, значит, модернизировать экономику страны? Зачем мы тогда? Если бы все было очень хорошо бы, зачем нам все это делать было? Наше мнение было такое, что жесткая плановая распределительная система, она сыграла свою роль, очень большую роль в жизни страны. Но мы говорим, наступил период, когда надо переходить вот от такой жесткой, значит, системы, планов распределительной системы, надо переходить на более гибкую форму. Мы сказали, на рыночные отношения, дать свободу предприятиям, но с государственным регулированием, чтобы государство держало, как говорят, руку на пальце, и социальной направленностью. Вот наша была идеология. Чтобы осуществить задуманное, нужна была команда единомышленников. Горбачев вводит Рыжкова в состав высшего политического руководства страны, Политбюро. А осенью 85-го назначает председателем Совета Министров СССР. Я боялся. Ну, слушайте, страну взвалить на себя это нет. Конечно, боялся. Я понимал, что переход на новую экономическую модель, она будет довольно сложной. Какие-то, значит, будут потери в стране. Я это прекрасно понимал. В состав своего правительства Рыжков привлекает 10 академиков и 20 кандидатов и докторов наук. У нас самое сильное интеллектуальное правительство было. Но первое серьезное испытание правительства Рыжкова прошло буквально через полгода после его назначения. 26 апреля 1986 года взорвался ядерный реактор на Чернобыльской атомной станции. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общество. Мы практически первый раз столкнулись с этим делом. У нас никогда не было подобных вещей. Потом, через несколько лет, когда начнется борьба за власть и независимость республик, тему Чернобыля будут использовать как один из самых веских аргументов для дискредитации центральной власти. С трибун и страниц газет посыпятся вопросы обвинения. Почему не те меры принимали? Почему не предупредили? Почему вовремя не эвакуировали людей? Как бы вы приняли решение, не имея данных никаких? Ну, как принять решение? Мы многое не знали. Но вот прошло 25 лет, а я еще думаю, а если бы мы первые два-три дня сказали, ну, мужики, бабы, дорогие граждане, спасайся кто как может. Ну, представляете, что было бы? Да 41-й год нам вот так бы показался. Это масса беженцев. Непонятно, куда бежать. Где радиация? Где нет радиации? Тогда никто еще не понимал, что случай с Чернобыльской катастрофой не в 86-м при правительстве Рыжкова, а несколькими годами позже, последствия для нас, да и для всей Европы, оказались бы куда серьезнее. Уже в первые часы после взрыва в кабинете премьера были собраны министры, ученые, ядерщики, энергетики, военные. Создана комиссия по ликвидации аварий. Руководство ею Рыжков берет на себя. Первое решение – выселить всех живущих рядом со станцией в городке Припять. А это 50 тысяч человек. Ну, надо было и поезда загнать, туда часть автобуса не вывезти. Я дал указания генштабу, и утром вертолеты уже начали прибывать. Там стадион был, вот на стадионе они садились, вертолеты. Это было в субботу. В воскресенье, значит, полно все они занимались этим делом. Где-то в час дня, ну, может, два часа дня мне позвонил Щербина и говорят, что Николай Иванович, город пустой. Народу больше в Припяти нет. Одни собаки, говорит, бегают, и все. Тем временем ученые и военные пытались определить зону распространения радиации. Ко 2 мая с зараженной территории было эвакуировано еще 50 тысяч человек. В основном – сельские жители. Через 5 дней после взрыва медики доложили правительству. Детям, оказавшимся в опасной зоне, срочно нужны йодосодержащие препараты для щитовидки. Этого лекарства в стране в нужном объеме нет. Вынуждены были немедленно дать указания закупить за рубежом йод. Стали закупать буквально через день, стали самолетами привозить. Для закупок требовалась валюта. А ее почти нет. Еще в начале 80-х США, рассчитывая подорвать советскую экономику, добились резкого падения цен на нефть. Они в основном ударили нас даже не с точки зрения развития экономики, они ударили с точки зрения получения валюты. За валюту можно покупать были станки, заводы целые, химические заводы покупали за счет валюты. Поэтому валютные отчисления, они крайне необходимы были на нашей смене. Крайне. И Рыжков делает то, что сегодня даже трудно себе представить. Чтобы спасти детей, правительство сворачивает уже заключенные зарубежные контракты, а деньги направляет на закупку лекарств. Сняли с закупок оборудование, которое было заказано, которое нужно для завода. Мы на 100 миллионов рублей поставили крест и, значит, вот эти 100 миллионов пустили на закупку, то, что я рассказал. Ну и еще какие-то вещи. 150 миллионов долларов примерно. 150 миллионов долларов. По тем временам это огромная сумма, сопоставимая с бюджетом большого города. А когда специалисты сказали, что загасить горячий реактор можно лишь с использованием свинца, глава правительства распорядился весь свинец, который есть в стране, направить в Чернобыль. Мы дали указание все эшелоны, все вагоны, где только не окажутся нас вот на данный час, повернуть все туда. И все повернули. Все. Конечно, те, которые ждали свинец, они остановились. Ясно, что ущерб был. А что нам оставалось делать? Слава Богу, была дисциплина. Чернобыль многим стоил жизни и здоровья. Но добровольцы со всей страны просились в зону, чтобы помочь справиться с аварией. Глава правительства и сам получил свою долю радиации. 1 мая, когда страна отмечала праздник и еще ничего толком не знала об аварии, Рыжков вместе с Лигачевым решил лететь на АЭС, чтобы все увидеть своими глазами. Я говорю, слушай, надо позвонить Горбачеву. Во-первых, сказать, что мы летим. Во-вторых, может, он тоже полетит с нами. А договорились утром лететь, 2-го числа. Прямо от меня позвонили. Он уже дома был, после парада. Ну, вот наше мнение, вот, мое, вот, Лигачева, что надо лететь туда. Как, Михаил Сергеевич, может, полетим туда? Он говорит, ну, давайте летите, давайте летите. Ну, я так понял, что у него желания не было. На следующий день Рыжков, Лигачев и председатель КГБ Чебриков вылетели к месту аварии. Единственная защита на их правительственном вертолете свинцовый лист на полу, чтобы хоть снизу поменьше радиации. Но это не спасало. На подлете к жерлу реактора счетчик измерения радиации зашкаливал и трещал, как сумасшедший. Я два раза был там. Второй раз я нахватал больше радиации, чем первый раз. Знаете почему? Потому что второй раз мы ездили по селам, по проселкам, жарко было, пыль. Вот. А мы ездили в Белоруссию и так далее. Вот там как раз пылью и уносило все. Через год после аварии вокруг заглушенного реактора будет возведен уникальный защитный саркофаг. А в лесу, на землях свободных от радиации, буквально за год построят новый современный город Славутич для эвакуированных из Припяти. Вот посмотрите вот на ту. Вот самоходка, ту, которая уралмашевская, называется СУ-100. Я здесь был в 80-х годах. По-моему, я еще в Госплане работал. Поле было. И вот в этой рощице там стоит танк Т-34. И когда через 10 лет я опять сюда приехал, он так и стоял, один танк. И больше ничего не было здесь. Осенью 93-го года уже безработный пенсионер Николай Рыжков случайно оказался в Прохоровке Белгородской области. Ему рассказали, что здесь, в память о погибших в Курской битве воинах, местная общественность хотела к 50-летию победы возвести храм. Только вот денег нет. Мне попросили, чтобы я возглавил что-то, какой-то общественной структуры, которая могла бы поднять, потому что не получалось ничего здесь. 3 ноября 1993 года, ровно через месяц после расстрела Белого дома, в Правде за подписью Николая Рыжкова появилось обращение «Построим храм под Прохоровкой». Бывший премьер писал, что сам готов стать прорабом этой стройки. Может, хоть таким способом через церковь мы сможем остановить новые танки? И люди услышали его призыв. Этот храмовый комплекс построен только на народные деньги, только на пожертвования. Заводы и фабрики в основном помогали материалами, кирпичом, цементом, даже горючее присылали. Бабушке присылали по 5 рублей при тех нулях, которые в то время были. Меня когда-то спросил патриарх, святейший Алексий II. В 95-м году, 3 мая, вот он здесь освящал храм. Николай Иванович, сколько же стоит храм этот, весь комплекс? Я назвал Сум. Он так посидел, да, интересно. Я, говорит, два дня назад освящал храм на Поклонной горе. Он, говорит, в 8 раз дороже вашего. В чем дело? Я, говорит, дело в том, что это все построено народной копейки. И второе, у нас руки отсохли бы у тех строителей, кто воровал бы хоть один кирпич отсюда. У нас не воровали, у нас, наоборот, приносили сюда все. Люди действительно горели. Ну, за год и два месяца сделать это не так-то просто все. Это народная память. В 93-м мы подписали осенью проект. В марте начали копать. Открыли окоп солдата. Да-да, вот прямо здесь. Погибшего солдата, каска там, и толку все. Сейчас здесь 10 тысяч фамилий. На каждого есть у нас книга памяти. То, что мы располагаем, где он призывался, какой год рождения, где он воевал. Здесь очень много фамилий. Мусульманские. Ну, значит, католические даже есть. Иудейские, значит, так. Были вопросы. Храм православный. А можно ли помещать этих людей сюда? У нас в это время член совета был нынешний патриарх Кирилл. В то время он был митрополит смоленский. Я говорю, знаете, решать вам. Вы иерархи церкви. Я должен сразу сказать, если примете решение, что только православных, я говорю, первый буду выступать, чтобы вообще тогда никого не наносить в этом храме. Никого. Потому что мы не можем разделить. Умирали вместе, значит, одних поместили, а других выбросили куда-то. Кирилл очень быстро ответил. Николай Иванович, нет вопроса, перед Богом все равны. Все. Помимо Белгородской области есть еще одно место, куда бывший премьер ездит регулярно. Каждый год в декабре его ждут в Армении. Не только по межгосударственным делам. Рыжков единственный неармянин, удостоенный звания национального героя Армении. 7 декабря 1988 года страну потрясла новая трагедия. В Спитаке и Ленинакане землетрясение мощностью 10 баллов. Горбачев в это время с визитом в США. Где-то часов 12 дня поступил звонок с Армении, что произошло землетрясение. А мой заместитель Щербина был. Я его послал туда. Он позвонил и говорит, Николай Иванович, это катастрофа. Разрушены города, все разрушено. Он кричал. Я понял, что надо лететь. Ну, лететь с пустыми руками не полагается к главе правительства. Что я полечу туда? Посмотреть, что я турист, что ли? Где-то до 11 вечера, ночи я вызывал людей, пригласил председателя ВЦСПС. Я говорю, по-видимому, придется эвакуировать людей оттуда. Сколько тебе мест? Мы дадим задание на юге освобождать санаторий. Пригласил госрезерв. Что у нас есть? Сколько палаток, сколько одеял, сколько буржуев, армию, МВД. Чазов по телефону мне сказал, Николай Иванович, я знаю, что мне надо делать. Мы вот через час вылетаем туда. Они первые, кстати, медики улетели. Он вернулся домой за полночь. Жена уже привычно собрала ему сумку с вещами. Попили чаю. К двум ночи глава правительства был уже на борту самолета. Все страшно было. Не страшно, а ужасно. 25 тысяч погибло. 16 тысяч вытащили из-под завалов. 100 с лишним тысяч осталось калеками. Вот посмотрели бы, ребенка вытаскивают, а у нее руки нет. Первые дни, знаете, какой дефицит был? Кроме колбасы, хлеба, теплых одежды, гробы. Хоронить надо, а гробов нет. Значит, мы вынуждены буквально на второй день дать задание во всей Армении сколько там деревообрабатывать, комбинаты. Заставили прекратить работу и делать гробы. Мы их вертолетами, самолетами, значит, там машинами везли в зону и прямо вдоль дороги, прямо штабелями вдоль дороги гробы, вот такие, 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 значит, всякие. Идет человек, ребенок, он берет маленький гроб на плечо и пошел, значит, страшно было. Он думал, что едет на несколько дней, даже теплых вещей не взял. А пробыл там два месяца. Два месяца страна жила без главы правительства. Сами они бы не справились. Я понимал, уеду, все, они останутся один на один. Они даже мертвых не поднимут из завалов, не говоря о живых там. Поэтому я был там, не потому что я ходил там, отгребал там, плиты поднимал, я не поднимал ничего. Но я мобилизовал всю страну. Все республики приехали туда. 64 страны мира приехали. Вопросов масса было. Аэропорт загружен. Мы давали 10 минут на разгрузку самолета. 10 минут. Через 10 минут он должен уйти и освободить полосу. Что, Армения бы это все сделала, да? Так началась застройка нового спитака. Мы наладили строительство жилья. Понимаете? Это же надо было спроектировать. Спроектировать надо не там, где старые города, а рядом, где нет разлома. Все карты поднимали. Вот. И, значит, начали закладывать дома. Сто с лишним тысяч строителей пригласили туда. Мы со всех республик. Кто это мог сделать? Глава правительства только мог. В конце декабря, объезжая разрушенные армянские деревни, Рыжков на попутке забрался в какое-то горное село. Там, на площади у фургона с продуктами толпились люди. А мы в декабре месяце раздавали бесплатно. И хлеб, и колбасу раздавали бесплатно. Все. Приняли такое решение. Ну, какие там деньги, значит, все погибло. И стоит очередь, дают, значит, поболу бутана, значит, кусок колбасы, хлеб, кусок колбасы, хлеб. И, значит, люди забирают, уходят. В заляпанном грязью человеке они вряд ли могли узнать главу советского правительства. Но вдруг из очереди вышла пожилая женщина, вся в черном. Она подошла к Рыжкову, обняла его и что-то сказала. Сынок, это ты, Яврия? Она так обняла мне. Вы знаете, вот я до сих пор без волнения могу вспомнить. Она сказала несколько слов всего лишь. Я не понимал, что она мне сказала. Я не понимал. Я потом спросил, говорю, что она мне сказала? В Армян есть самые сильные выражения, самые сильные пожелания. Сынок, что, твои болезни пришли ко мне? Вот она сказала. Из США звонил Горбачев. Спрашивал, как дела. Он говорит, Николай Иванович, так слушай, ты скажи, у меня еще визит на Кубу и в Англию. Я говорю, Михаил Сергеевич, какие могут быть визиты сейчас? Что вы? В стране вот такое произошло. Разве можно визит? А визит? А, хорошо, хорошо. Чернобыльская авария, землетрясения в Армении, дорого обошлись советской экономике. Но гораздо больший ущерб нанесла непродуманная антиалкогольная компания. Откуда все это пошло? Становится Горбачев генеральным секторем. Он приглашает нас в секторе и говорит, ну вот пришло новое руководство, надо посмотреть, какие, значит, вот может мероприятия, значит, вот для народа сделать вот в таком духе. Ну, то есть показать новую власть, как она лояльно относится, как она стремится улучшить жизнь народа. Вот давайте каждый из вас внесите предложение, что вы считаете нужным. Рыжков, тогда он еще возглавлял экономический отдел ЦК КПСС, внес два предложения. Повысить минимальный размер пенсии с 40 до 70 рублей и отменить ограничения на дачное строительство. Ну, там вообще было чудеса. До конька крыши 3 метра, допустим. Стеклянную веранду холодную нельзя строить. Баню нельзя строить. Подвал, значит, нельзя строить. Такие ограничения. Я знаю, что на Урале сносили, бульдозером сносили вот такие дачи, которые не 3, а 4 метра высотой были. Человек, ну, хочет, ну, пусть он баню строит, ну, что тебе? И мы внесли это предложение. Предложения были одобрены. Горбачеву. А Соломенцев и Легачев. Соломенцев в то время был председателем партийного контроля. Ну, а Легачев у нас занимался идеологией. Он считался второе лицо партии. Они внесли предложение. Народ спивается, что надо на что-то делать, чтобы народ все-таки трезвый был. Горбачеву идея понравилась. Рыжков против. Поймите, люди начнут массово варить самогон. Карточки на сахар вводить придется. Но решение о проведении кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом все же было принято. Мы понимали самогон, но я никогда в жизни не думал, что, допустим, можно какие-то клеи там нюхать, значит, там что-то еще, ваксу, ваксу, который чистят, ботинки, ее, значит, мазали, убирали, остальное там спирты были, значит, и, как говорят, ели. В аптеках валерьянки капли всевозможные на спирту, они же все пропали. Вскоре с полок стали исчезать не только сахар, конфеты и прочие сладости, но и многие другие продукты. Деньги освободить от алкоголя, понимаете? По закону, экономическому закону, они где-то обязательно начали всплывут. А рынок, рынок не подготовлен к такого наплыва денег. За два года антиалкогольной кампании страна потеряла более 60 миллиардов рублей, то есть примерно 100 миллиардов долларов. За счет доходов от спиртного правительство датировало цены на хлеб, мясо, молоко. Теперь датировать цены на продукты стало нечем. Еще год борьбы за трезвость и все могло закончиться социальным взрывом. Трижды Рыжков просил Горбачева свернуть антиалкогольную кампанию. Все когда он написал официальную записку с требованием вынести вопрос на рассмотрение Политбюро, проигнорировать официальный запрос Горбачев не мог. Конечно, Рыжков понимал, что идет на конфликт с руководителем страны, но как быть иначе. Обсуждение чуть не закончилось дракой. Вот как-то получилась та сторона, на которой я сидел. Выступили практически все. Слюньков сейчас в Беларуси, Нейконов он село вел. Он прямо говорит, вы довели до того, что мы вырубили все, мы вырубили все виноградники, мы погубили заводы, которые делали вино. В общем, с той стороны пошел тоже жесткий разговор, что вот, значит, Рыжков только, значит, думает о он не думает о здоровье людей. Я говорю, какое здоровье? Вместо того, чтобы 100 грамм водки выпить, он клей какой-то жрет, он, значит, нюхает что-то, а вы говорите здоровье. Соломенцев начал там. Тут я не выдержал. Я говорю, Михаил Сергеевич, у меня такое ощущение, что я только один алкоголик здесь. Я говорю, все такие трезвенники от Соломенцев. Я говорю, ну, что вы, значит, начинаете меня учить? Я говорю, да вы лично свою цистерну выпили мою. Он, значит, так оторопел, значит, так. А рядом Легачев сидит, челюсть отвалилась. Я первый раз, я раньше читал, что челюсть отваливается. Я не знал, как это все происходит. Потом он, хлоп, кричит, Михаил Сергеевич, остановите его на меня, остановите, что он делает, значит, так. Горбачев видит, что до кулаков доходит уже. Значит, вот все, заканчиваем. С сегодняшнего дня вопроса производства, потребления и прочих алкогольных напитков возлагается только на совет министру. В 88-м антиалкогольная кампания завершилась. Но восстановиться после нее экономика уже не смогла. А главное, она настроила против власти значительную часть населения. До 87-го года я верил Горбачеву. Я не скрываю. Я верил, я считал, что я соратник Горбачева. Но в 87-м году я понял, что мы поворачиваем не ту сторону. Он видел, все надо отпустить сразу. Отпустить. Ну, как Ельцин, Гайдар сделали в 92-м году со 2-го января. Да, он предлагал в 87-м году это. Предложение ускорить экономические реформы, отказаться от планирования и отдать цены на откуп рынку повергло Рыжкова в шок. Мы все-таки эксперименты проводили в стране. Ну, и мы считали, что надо идти дальше может 5, может 10 лет. Вот таким путем. Горбачев, Яковлев, Медведев, Шварнадзе, это компания, они считали, что надо более радикально делать. Зачем планировать жилье? Зачем планировать детские садики? Зачем планировать какие-то заводы строить? Были серьезнейшие разговоры, серьезнейшие. Я говорю, этого нельзя делать. Мы погубим страну. Мы не готовы к этому делу. То, что вы говорите, недопустимо. Мы мгновенно потеряем управляемость страны. Она рассыпется страна. Нет, ты не пугай нас. Тогда в 87-м Рыжков ставит вопрос ребром. Или мы проводим рыночные реформы постепенно, или я ухожу. Выбирайте. И пусть советники Горбачева сами рулят экономикой. В общем, был разговор без крика, но довольно жесткий и неприятный. Я ему сказал, что Михаил Сергеевич, я вас не понимаю. Куда вы ведете страну? Кого вы слушаете? Я за волю. Но только, значит, чтобы постепенно эта воля приходила, чтобы шаг за шагом страна не готова абсолютно. Ну, не готова. Вся инфраструктура, если можно сказать, она была сделана под плановую систему. Госплан СССР, Госнапр СССР, Минфин СССР, Госкомцен и так далее. Для того, чтобы перейти на рыночные отношения, надо совершенно другие, значит, какие-то новые структуры. Ну, к примеру, у нас два банка. В рыночных отношениях нужны десятки банков. Десятки. Ну, их надо же создавать. У нас нет законов. У нас нет законов, которые регулировали бы вот эти все отношения. Как же можно вот так страну сразу бросить? И все, булькнули. Менять премьеру в то время Горбачев был еще не готов. И он отступил. Ну, ладно, Николай, все, все, ты не горячись. Вот. И он действительно отступил. После этого, конечно, трещина пошла. Больше никогда не стягивалась трещина эта. Эта трещина превратится в пропасть после того, как в июле 88-го года на 19-й партийной конференции Горбачев объявит о проведении политической реформы. На смену власти партии приходила власть народа. Мы потерпели поражение, ведь перестройка была задумана как реформирование экономики. И вдруг на 19-й партийной конференции пошел слом государственного аппарата по сути дела. Государство. Вот. Я тогда говорил, давайте наладим экономику, давайте постепенно. Нет. Подрубили государство на съезде народных депутатов. Ну и все. А дальше что мне рассказывать? 25 мая 1989 года страна прильнула к телевизорам. Шла прямая трансляция с первого съезда народных депутатов СССР. 2250 человек спорили, как изменить жизнь в стране. Рыжков и сегодня уверен, что проводить реконструкцию всей экономики страны и одновременно разрушать систему управления государством было категорически нельзя. В целом разрушение страны я думаю тут две причины и внутренние и внешние. а вот эти вот национальные всякие всплески в том числе Фергана, потом Баку было, потом Грузия, Средняя Азия, Киргизия были у нас, агенты влияния Запада и конечно вот националистические вот тенденции они подогревались. У меня Громыка, который сидел рядом со мной на полетбюро, Андрей Андреевич, бывший министр иностранных, он как-то мне говорил Николай Иванович, я вред Америку знаю лучше, чем Россию. Он же там много работал. Запомни раз навсегда, ты еще молодой, я старше тебе. Не верь никогда словами, не верь. Они признают силу. И если ты сильный, они с тобой будут работать. И я убедился, как только мы потеряли силу, потеряли Советский Союз. Падение цен на нефть, антиалкогольная кампания, землетрясение в Армении и авария на Чернобыльской АЭС, нехватка продовольствия, Карабах, резня в Фергане, все это легло на правительство Рыжкова. Он тащил этот ВОЗ, пока чувствовал хоть какую-то поддержку Горбачева. Но к концу 90-го стало окончательно ясно, им уже давно не по пути. Еще в марте 90-го года, когда на съезде Советов решался вопрос, кто станет первым президентом СССР, несколько депутатов выдвинули Николая Ивановича Рыжкова. Но перед самым голосованием он снял свою кандидатуру. Позднее один из членов Политбюро Виталий Воротников скажет, что если бы премьер не снял свою кандидатуру, Горбачев при нормальном голосовании несомненно потерпел бы поражение. И что тем самым Рыжков подарил Горбачеву пост президента СССР. Он не выполнен в Конституцию. Его поставили, он клялся на Конституцию, он был обязан сохранить государство. Как? Может, арестовать их надо было всех. Черт знает, а может, стоило тогда отдать власть этому, Ельцину. Ну, пусть подпочудил бы немножко, значит, все равно рано или поздно, значит, он бы ушел. Но страна бы сохранилась. Ведь он разрушил эту страну для того, чтобы, как говорят, Горбачеву сказать, ты уже не президент Советского Союза. СССР нет. Будь здоров, подвинься. Вот в чем дело. В декабре 90-го года открылся четвертый по счету съезд народных депутатов. Основной вопрос отчет правительства. Две недели Рыжков готовил доклад. Я понимал, что это мое последнее выступление. Как, иначе, руководителя страны больше выступления не будет. И поэтому я все-таки решил дать оценку, что же произошло в стране. Начал я с того, что перестройка в том виде, как она была затеяна, она не состоялась. Перестройку в том виде, я подчеркиваю, в котором она замышлялась, осуществить не удалось. Являясь одним из ее инициаторов, считая себя, безусловно, ответственным за это. И если правительственный кризис, смена кабинета, могли бы исправить ситуацию, то правительство подало бы в отставку еще в мае этого года. Но все намного серьезнее. Я не хочу громкий слог говорить, это политическое завещание мое было. Когда закончил, я говорю, остановитесь, страна разрушается, остановитесь. Перед тем, как сойти с трибуны, он скажет, вы еще не раз вспомните наше правительство. Ночью скорая помощь доставил Рыжкова с инфарктом в ЦКБ, в ту самую палату, в которой когда-то лежал умирающий Андропов. Через две недели врачи допустили к нему первого посетителя, Михаила Горбачева. Я хорошо запомнил его глаза, когда он зашел, увидел у меня у него страх в глазах. Потому что, по-видимому, я совсем изменился в это время. Совсем изменился, он увидел, он не узнал даже меня. Но потом сели за стол, он говорит, у тебя, чай-то есть? Я говорю, есть. Так как бы тут перекусить? Сказал сислички, ну сделайте ему бутерброды. Но я понял, зачем он приехал. Приехал для того, чтобы еще раз услышать от меня четко и ясно, что я слагаю полномочия. Рыжков свое намерение уйти в отставку подтвердил. Попросил лишь о двух вещах. Не освобождать его от должности до выхода из больницы и дать хоть какую-нибудь работу, чтобы не сидеть без дела. Николай, это все будет сделано. Это было в субботу. Понедельник приходит сисличка утром, Николай Иванович, ну, 10, может, 11 часов. Так вы знаете, что вы уже не председатель Совета Министра? Как? А, говорит, передали по радио, по телевидению, значит, значит, Рыжков освобожден, вместо него назначен Павлов. Я говорю, ну, ни хрена себе. Значит, просил две недели, значит, неделю, две недели подождать, пока я, значит, тут, ну, не оклемаюсь, чтобы пришел, чтобы по-человечески проводить меня по-человечески, я же сколько время отдал. Своё второе обещание, дать бывшему премьеру хоть какую-то работу, Горбачёв тоже не выполнил. После отставки все будто забыли о нём. Домашний телефон, который всегда звонил не умолкая, теперь молчал. Не верьте никому, что когда человек занимает очень высокое положение в стране, что когда он уходит с этой вот должности, с этой, значит, высоты, если можно так сказать, что он так легко, как окурок, бросил, вытер, значит, его ногой и пошел дальше. Ничего подобного. Ты жил одной жизнью, одними правилами, одними нормами, одним каким-то, значит, положением, каким-то горизонтом. А вдруг, вдруг, значит, ты сел у кресла и начал читать книжки. Я три года читал книжки. Три года. Читал, читал, читал. Потом надоело и мне читать эти книжки. Потом я в 93-м году случайно оказался в Белгородской области. За 20 лет на пустыре, отведенном в начале 90-х под коттеджную застройку, Николай Рыжков вместе с белгородским губернатором Евгением Савченко возвел целый культурно-исторический комплекс с уникальным музеем, гостиницей, библиотекой, бесплатным кинозалом для местных жителей, дом престарелых и два интерната для детей-сирот. А на Прохоровском поле, где произошло знаменитое танковое сражение, теперь мемориал и звонница победы, возведенная по проекту архитектора Клыкова. Я получаю удовлетворение от этого. Получаю искреннее удовлетворение. Я считаю, что в силу каких-то обстоятельств я делаю какое-то нужное дело. Я не говорю, что я переворачиваю весь мир или всю страну. Но я какой-то, каплик какой-то, я что-то делаю. Последние годы Николай Рыжков занимается парламентской деятельностью. Неоднократно избирался в Государственную Думу. А с 2003 года он представляет Белгородскую область в Совете Федерации. 21 июля 2014 года указом президента России за вклад в укрепление российской государственности Николай Рыжков награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова